Ну, обычно наш избиратель, он никогда за годы независимости не имел возможности выбирать лучшего из лучших. Ему всегда, избирателю нашему, приходилось выбирать меньше из зол. И, к сожалению, других партий проевропейских, которые имели более-менее поддержку, не было на тот период. И люди видели, что делают партии, которые составили альянс за европейскую интеграцию, и один, и два, но у них не было другого выбора. Потому что люди сильно политизированы, и это очень четко разделен молдавский электорат на проевропейских, и тогда это чувствовалось особенно сильно, и про восточных. И тогда они не видели, из чего выбирать. Они понимали, что из себя представляют политики, которые объявили, что ведут страну в Евросоюз. Но они понимали, что альтернатива – это коммунисты. Тогда еще социалистов не были. И голосовали, скрипя зубами, поджимая кулаки, но голосовали. У них не было другой альтернативы. Уже с 2015 года появились альтернативы. Вот почему вы чуть раньше отметили, что падают рейтинги, падали ниже некуда, наверное, и у либерал-демократов, и у либералов, наверное, я дополню здесь. И у других партий, и у партии господина Лянка. Потому что людям, проевропейскому электорату, предоставили альтернативу. Это альтернатива на данном этапе партии госпожи Санду, партии господина Анастасии. Ну, либерал-демократы под руководством нового лидера уже приобретают, делают ребрендинг, приобретают новые имиджи, определенную поддержку. Во всяком случае, их вроде бы пускают в эту идею, концепцию единой проевропейской оппозиции. То есть, есть альтернатива, и, конечно, те партии, которые объявили себя проевропейским в 2009 году, и которые пришли к власти, конечно, они сейчас не могут надеяться, что им опять все сойдет с рук, как это было раньше. Наоборот, я сегодня редактировал один политический анализ одного из моих коллег, который выйдет на днях. Он очень тонко отмечает там, что в условиях, совершенно уникальные условия, ни одна партия власти до сих пор не успела поссориться одновременно и с Евросоюзом, и с Россией, и с американцами. То вот, чего добились наши демократы, которые правят сейчас, ну, партией, демократическая партия. И в этих условиях они пытаются создать новую нишу электората, или, вернее, расшириться от права до лева, предлагая альтернативу электората. Я цитирую моего коллегу. Он говорит, что все эти проекты, мегапроекты, Кишинова-арена, аресты докторов, которые люди чувствуются, это аресты адвокатов, замораживание цен, которые вот сегодня была новость на топливо, снижение тарифов на газ. Они бы уже совсем это нареза крылья, чтобы... Да, они создают, они создают, они понимают, что все, для них губительно, для них равнозначно политической смерти идти на выборы под лозунг «Мы про европейцы», то, что они делали до нескольких... Вот ровно одна реплика, вы правильно сказали, партии власти были бы, это на ваш вопрос, о том, что электорат, возможно, тоже виноват. Ведь электорат наказывал постоянно, начиная с аграриев, и очень много партий, дальше они полностью ушли из политической жизни. Если бы выборы проводились по тем же правилам, и их не меняли по ходу игры под себя и так далее, ни одна из партий этого АЕ не попала бы в следующий парламент. И это лучшее доказательство того, что пропорциональная система при всех ее недостатках, но она функционировала и позволяла, самое главное, сменяемость власти мирным путем, вот то, что и есть демократический процесс. И она у нас работала. И вот эти жулики-наперсточники, которые сейчас называют себя большинством, специально меняют всю эту систему, чтобы никто ничего не понял. А еще вкупе со всеми этими аннулированиями, можно себе представить, только что будет по одномандатным происходить, если в Кишиневе аннулировали выборы. Продолжение следует...